доброе утро девочки мальчики вот оно типичное утро 1 января когда ты всю ночь ел оливье пиоризированные напитки и на утро у тебя лицо которое просто опухла волосы после мытья были не так любите патчи его себе бьюти называется у папы моего талант это рассказывайте заходить в тот момент видео снимаю я уже привыкла они тоже мне нравится шуми сегодня позитивное настроение несмотря на то что у меня через два дня 33 года это бы я вообще держаться хотят в две тройки мои мои любимые даты и не так на видео красиво выгляжу нельзя не улыбаться так вот у нас сейчас погода просто 6 реально новогодняя погода сейчас покажу эти какой снег снежок снежок как раз я купила во время оба я вам скажу так вот что собственно я сегодня естественно дома нужно сделать несколько дел первое это сделать новогодний вложек это сделать домонтировать пустые баночки первую часть они мне уже почти готова осталось нам трошки вставить каких-то моментов потом плохо опять спала нужно мышцу прокатать обязательно сложить посылку на это вечером потому что мама там еще что-то хочет положить а завтра пойду ой мне ж маска на лице бред не маска на лице и так юрты и чё говорила до укомплектовать сложить чашки фоточку обрезать красиво вложить чаще хотела блин столько было мысли и сейчас вообще ни одно не осталось в общем позаниматься любимыми делами в плане съемки стандартного видео я не знаю будет ли у меня желание это делать мне сегодня такой релакс я такая на чили куша отдыхала захочу поваляюсь не захочу не поваляюсь вот так хочу провести сегодняшний день а завтра уже начнется беготня купить что-то вкусно на работу выставить короче такое по поводу празднования нового года я ни разу не ошиблась послушав себя оставшись дома мне было много предложений отметить это в компании друзей и знакомых но в последний момент все попеременилось я смотрю что у них тоже там все попеременилось и я осталась дома не жалею я правила спокойный тихий новый год как я и хотела папа поставил небольшую елочку все-таки там из веток нарядил но не скажу что это помогло для настроения поздравление президента было унылым таким уже никто ничего не хотел не слышать не видеть всем уже очень надоело все уже устали от этого негатива поели отпраздновали легли спать я думала я еще пострадаю потому что вот есть у меня такой момент я вот за все это время в предыдущего года нормально не плакала ни разу можно даже сказать вообще не плакал а эмоции они накопились их надо как-то сливать поэтому думала вчера сяду получу отпущу все в прошлый год но не получилось наоборот пообщалась с друзьями со знакомыми и меня наоборот на позитив блин выкинули я ржала весь всю ночь с прикола сообщения с переписок значит так и надо не знаю хорошо это или плохо буду плакать в свои 33 том что я уже такая взрослая сейчас говорю и слеза покатилась интересно так у нас на нас не будет такой много больше монолог выше буду говорить чем показывать вы отдохнете у вас тоже выходной должен быть открываешь календарь там чистый календарь без заметок без ничего понимаешь и 1 над 1 это жизнь чистого листа я не знаю верите ли вы в такое но этот год он кармический как мне сказала подружка и все кто делал все плохое ли хорошее получит по заслугам и очень интересно будет смотреть и наблюдать как каждый человек получит свое очень интересно будет я все-таки вчера как новый год был я вчера все-таки успела съесть не везет на такое то я иду спереди пукнул дед пошел дальше то я иду прям перед моим окном дед стал высморкался и пошел дальше так простите так я успела сесть 12 наградим что-то там загадала но честь будет так смешно не могу вообще ой слезать отчет от смеха уже короче в голове у меня на этот год очень много планов что я хочу сделать в плане себя в плане место где живу в том году у меня не было на это сил были другие задачи и я думаю что у меня все получится потому что акцент у меня будет уже на себе жаль я не записала себя до того как я похудела и после того как я набрала вес у короче после того как я набрала вес у меня вообще не было вот этой линии талии тупо такая толстенько если мне тоже есть небольшой рук руки тоже не худые здесь руки есть как бы да вот но папа трошки сошла поскольку я не очень хорошо зимой ем но у меня все 70 килограмм это мой нормальный вес мне в нем должно быть комфортно действием без пути ком еще снятся не за зачем решила показать это кстати будет видео о том какую одежду я выкидываю поэтому будем смотреть насколько я пополнила там тоже будет видно задержку но мне все равно нравится моя фигура для моего возраста она классная спасибо с танцам занятиям спорту я даже скоро будут кубики наверно так что я хотел еще надо стирку поставить пошла я заниматься беру вас с собой давайте делать но вместе и поэтому ну а фигура для моего возраста стирка고 поставила теперь нужно прикраться в комнате немножко � Yale Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже где-то недели три назад или две назад посмотрела фильм... Пересмотрела фильм «Арсианин». Я полила, помню, тогда на людей в чёрном меня не потянуло. А вот «Гарри Поттер» я хотела посмотреть. Возможно, сегодня вечером у меня будет вечер просмотра фильма «Гарри Поттера» первая часть. Вот, сейчас буду кушать, потом прокатаю шею и буду садиться за монтаж видео для вас. А уже у нас, между прочим, час дня. Вот так. Как проходит ваше первое января. Смотрите, как красиво на улице. Капец, просто красота. Пока делала раскатку мышц, я замёрзла. Пришлось сидеться, даже как ещё одно дело. Короче, хотела вам ещё рассказать, что в этом... Ой. В прошлом году, в конце месяца, знакомый рекомендовал пропить коллаген. Просто разговаривали с вами на распространителе, и у меня тут чувство, что у меня кожа какая-то такая дряблая стала. И я подсела на коллаген. Не буду рекламировать, что за фирмы, потому что они мне ничего не платили. Пошли нафиг. Короче, я за свои деньги покупала. Такие маленькие баночки, 15 штучек. Я уже пью вторую коробку. Я думаю, что пропьющий третью. Он такой питьевой, вкусненький. Я тоже пью всякие витамины, штуки. И хотела ещё вам рассказать о том, что у меня, походу, в этом году будет ещё одно маленькое хобби, которое я хочу... Открывается тяжело. Вот, блин. В общем, то, что она новая, но у меня уже было до этого. Но я как-то, наверное, его не показывала. Я не помню, показывала ли я его. Ну, в общем... Ух, ядрёная смесь. В общем, у меня появился... Не блокнот, а альбом. В котором... Короче, мне закинули идею, как можно скрэпбуки перевести на свою жизнь. То есть, вклеивать туда фотки, ставить цели, визуализировать то, что ты хочешь. И у меня появился альбом, я сейчас вам покажу, который я хочу начать. Хотела начать с дня рождения, но думаю, что я его начну с нового года, с целей, с основных постановок, с постановки основных целей на этот год, который я хочу реализовать. И вот его я хочу визуализировать. Это будет такой, знаете, как этап медитации даже в какой-то степени. Есть у меня такая столовочка. Сейчас ушки свою беру. Вот такая столовочка, где у меня всякие штуки лежат для скрэпбукинга. Но еще у меня есть вот такая хрень. Здесь много всего. Я как-то показывала. И, собственно... Так, что это? Ага, это для этого альбома, что клеить. Так, сейчас я поставлю, наверное, вас. И покажу уже на полу. Ой. Это уголочки для фотографий, чтобы клеить в альбом. Тут их он, целая упаковка. Точка для фото называется. Так уж я такие стикеры. Это, я так понимаю, просто как дополняшка к альбому была. В общем, еще тут такой блокнот есть. Еще мне помню, Сашка его дарил на прошлый год, наверное. На позапрошлый год. Вот этот я купила сама, чтобы писать в нем понравился. Это мой скетчбук, который я, собственно, и заполняла как скраббукинг. Тут есть и белые странички, темные. Прикольный такой. И сейчас достану. Блин, огромный такой. И вот такой отбор. Момент счастья называется. У меня еще где-то ручка белая, короче, лежит к нему. Там среди мне черные листы. То есть, можно отклеивать, писать. Вот, будет у меня вот такой год дополнения моментов счастья. Друзья, пока выводится видео, я, короче, зашла на свой канал и решила посмотреть, как я проводила предыдущие новые годы. Я, короче, стремлюсь, я просто потухаю. Вести влоги это реально мое. И хорошо, что я это все записывала. Посмотрите обязательно. Там у меня есть, по-моему, два или три нового хода, как мы отмечали. Это просто, ну, короче, нечто. Мне очень нравится. Я вообще большая молодец. Я классно готовила. Я что-то придумывала. Я умница. Я смотрю видео, где, короче, на первый Новый год, который я записывала, мы писали на бумажках желания и засунули их в бутылку. На второй Новый год мы достали эти желания, почитали, совпадает или нет. И только сейчас, еще два года спустя, по-моему, да, я сижу, смотрю эти желания и они начинают сбываться. Это как работает вообще? Вы представляете? Ну, я прям себя словила на мысли, на мысли, что то, что я написала правильно, правильно загадала, оно начинает сбываться. Ну, ну, как. Смотрю, с таким диплом я с собой так довольна. Я такая молодец. Ну, не знаю, я такая прикольная, оказывается, харизматичная девушка. Я как-то за собой не замечала. Когда смотришь со стороны, как ты себя ведешь, как ты говоришь, шутишь, это вообще по-другому воспринимается. Я такая молодец, что я все записывала. Это такая память. Блин, я прям смотрю на себя и радуюсь. Я сижу, домонтирую ложек. Мне пришел мой толстячок жирно-жубкий. Тимулька моя, если вы помните моего кота, когда он еще был маленький, помню, на канале было видео, как он малой. Сейчас он уже взрослый кот, ему уже больше десяти лет. И сих пор болеет, как малой. Сейчас тречим глисты, ему блох. Такая же мордаха, я не могу. Ох, восемь килограмм счастья. Да? Ты красавчик? Ты морчащий красавчик? Тимулька моя, красавчик. На часах два часа ночи. Я жду, пока вы увидите свое видео про пустые баночки. Ибо случайно нажала на паузу и параллельно читаю ваши комментарии. Спасибо вам большое за то, что вы мне пишете. Поддерживайте меня. Некоторые девочки уже с самого начала со мной. А это прошло уже два года. Я вам хочу сказать спасибо. Это для меня настолько ценно. Знаете, когда я выкладываю видео, и проходит там несколько минут. И пока еще никто не посмотрел, нет комментариев. У меня такое, знаете, чувство, типа, блин, а зачем я это все делаю? Вот эта нетерплячка, нетерпение срабатывает. Потом такая, так, оставь его, пожалуйста, в покое. Видео девочки освободятся, посмотрят, обязательно тебе напишут. Потом проходит несколько часов. Или я там утром просыпаюсь, смотрю уведомления про комментарии. Блин, у меня сразу, знаете, как у ребенка столько радости, столько счастья. Что, да, блин, это не зря, это кому-то надо. Потому что для меня главная цель жизни это приносить пользу окружающим людям. Я от этого получаю карьер. Так и с видео. И стараюсь не лениться это все записывать. Так что я закончу этот вложек именно так. Так, завтра у меня по плану отправить посылки своим родным в Киев, брату его семье. Скупиться ко дню рождения. Отдать вещи на подшип и скинуть денежку на карту. В принципе, пока все. Ну и подготовиться к рабочему дню. Дню рождения параллельно. Вот, как-то так. Так что буду я ложиться спать, постараюсь. И ждите новые видео на видеоканале. Всем спокойной ночи. И спасибо вам еще раз.